Итак, всем привет, с вами ТопК, продолжаем играть за Германию в Darkest Tower И в прошлой серии мы уже подготовились к данцегу или войне Давайте только, кстати говоря, не сразу нападать Во-первых, этим вообще не надо нападать здесь Пускай они просто сидят и чили Пускай будет бонус планирования на всякий случай А вот эти ребята имеют генерал на самом деле Это классический баг этого мода, я не знаю Что с ним, но допустим И что ж, мы готовы, данцегу или война Ожидаем, поехали Пока немножко дней фокусов потеряем, но зато Так, вот Ходжи отказываются от ультиматума Германии Они знают альтернативу Это есть? Теперь сразу Нет, не сразу, нужно, чтобы Франция зашла в войну Смотрите, Франция безумная Сразу же, сразу же пытается нас пробить Давайте на это выделим некоторые силы Авиации, потому что это нам поможет Ну, дополнительные потери Франции нанести Но самое главное дождаться Все будет готово Так, отлично Вокруг мажено есть Интересно, они прям будут продолжать пробиваться или нет В любом случае Мы можем часть авиации так перебросить И все будет у нас все равно отлично Самолеты все в воздухе Все, миссии взяли Потому что часто бывает, когда вы начинаете воевать Но все еще Какая-то часть самолетов не выполняет свои миссии Все готовы Мы начинаем здесь прорыв Танки у нас еще не все готовы Но мой план такой, чтобы танки были к Франции Ну и в принципе к Франции они будут Только у нас торговля сбилась сейчас Нужно ее будет перенастроить Но это нормально Ну и конечно у нас здесь все шикарно Кстати говоря, от этого парня вообще не было приказа Ну, такое тоже бывает Без особых проблем мы здесь Проникаем в Польшу Давайте-ка на Варшаву быстрее Быстрее дальше Кстати говоря, где наши остальные танки? Ага Давайте вот так, пожалуй В тот момент мы здесь все занимаем Ну-ка, пора капитулировать Я не буду добивать окружения, чтобы Снаряжение оттуда получить И вот Полвейс это успех Теперь мы идем на Париж И это верно Как я и говорил Мы успеем захватить Польшу до фокуса В связи, что за 15 дней у нас получилось И мы еще и подождали Можно закорить территорию За политку И да, давайте Давайте, почему бы нет Почему бы нет У меня политки хватает Можно будет делать Рейс комиссариат Ну, после, я думаю, того, как закорим Все, можно будет об этом подумать О, и у нас еще здесь решение Так, давайте пока посмотрим Что у нас тут есть Военные операции Очень все интересно Давайте вот это позакрываем О, военная Экономическое восстановление Военного времени Прикольно Тоже будем нажимать Что у нас Давайте начнем с Этих решений Я, к сожалению, не прочитаю Что здесь написано Что враг на немецкой земле Ага Можно резервы Теплоить Это прям солидно Это прям очень солидно Я так понимаю Как если мы будем проигрывать Мы можем Различные кнопочки здесь нажимать Которые Будут нам помогать в войне Ага Ну, пока что нам, конечно, все это не нужно Очевидно Потому что мы побеждаем в войне Но это любопытно Здесь у нас, как я говорил Рейс комиссариат Это мы пока Выключаем Дальше Здесь операции Операция Египет Так полагаю Ну, ладно Они называются Айда Здесь Геркулес Это На Мальту Короче говоря Можно будет нажать все эти кнопочки И Да, они нажимаются Только когда мы уже в войне То есть не заранее Понял Окей Мы Двигаемся, думаю, на Индерланды Бельги А, кстати говоря, только что понял Что у нас нету Факта с Советским Союзом Надо бы, наверное, его заключить Потому что я Я бы отдавал им территорию Ну, ладно Вот, как я и говорил К Франции у нас, в принципе, скорее всего будут уже дивизии Японская победа у Калингула Я так понимаю Это с Советским Союзом Раз медведь Зализывает свои раны Ну, без разницы На Советский Союз с Японией Если Собственно говоря Япония, Китай Поражение у Японии Так что мы не можем В принципе Рассчитывать на Японию Мы уже будем дружить с Китаем Давайте-ка сразу вот сюда пойдем Казы были Против Севера Здесь у нас все парни На позиции Кстати, пока что у нас Погарнизонят здесь Давайте только сделаем Как-то чуть-чуть Ну По этой, я бы сказал Поплотнее По портам Окей И здесь мы готовы Нападать Тут еще по балансу Минус 20 Все еще А, ну мы ремонтируем все это И не можем Не ремонтировать Верно? Да Но у нас хотя бы ТНП поднялось Хорошо И нужно будет Плановую экономику поставить Потом по фокусу Так, эти дивизии готовы Осталось только Еще авиацию перебросить Кстати говоря Они продолжают здесь воевать И оспаривать Наше воздушное присутствует Следовательно Давайте прям Закидаем их самолетами Единственное Здесь авиабаз не так много В целом По воздуху, по-моему Мы пока выиграем Давайте посмотрим месяц 6000 Бабардировщиков Мы прерывали Что по истребителям 19, 22 40, 23 Ну в целом Нормально В целом в плюс Размениваемся Это самое главное И плюс мы еще Конечно же достраиваем Хорошее количество Опять-таки Здесь торговля Подпрервалась Давайте ее Перенастроим Вот с резиной Так не получится Просто К сожалению Нужно сейчас настраивать Морскую торговлю Ну вроде кое-как Будем вот так вот плавать Сейчас посмотрим Надеюсь британцы Нас не будут находить Ну как повезет Будут находить Прервем эту торговлю Инвестируем больше В собственную резину Очень много на починки Кстати говоря Тратится Это Нас бомбят Нас здесь вот бомбят Следовательно что Следовательно надо Просто этим заняться Вот так вот Сразу бомбировками Да Сразу они становятся Менее эффективными В принципе Практически прерываются Я бы сказал Здесь же Они что-то Выбомбливают Но удачу им с этим Авиация Пром намного сильнее Конечно Нидернады Мы просто Закатываем Абсолютно легко И просто А вот о чем я и говорил Что здесь На реках И вот на всех этих Мясностях Намного сложнее Атаковать Минус 61% Из-за реки Это очень много Французы Сегодня успокаиваются Давайте вот этот Наш Наша армия Вот эта Чуть дальше растянется Ну на всякий случай Опять же Что без затроллинга И французы Сколько они потеряли в этом Почему они атакуют Они не должны атаковать 230 тысяч Господи французы Зачильтесь Это ненормально Хотя Ну да Вы мое снаряжение Сюда тратите Это вообще не норм Давайте посмотрим Вот сюда Снаряжению Хотя Слушайте Мы В целом В целом Мы захватываем Снаряжение У нас все-таки Есть Эти инженеры Но Все равно То есть Как бы конечно Очевидно Что нам Это в плюс Но это очень Забавно И странно Слушайте Даже наверное Вот так Да Вот это Более Правильная картина Здесь не захватываем Потому что Потому что Это дивизия Не те Которые захватывают Окей Займемся Сразу Люксембургом Чтобы Как бы Ну Постому Все было Так Вот так Вот не надо Делать Вот так Не надо Делать Танки И Сейчас будем Таковать Бельгию Поехали Сюда Теперь Там еще Ивент Фолглеб Либо Ивент Либо что А Ну вот Активно Окей Я понял Что там Скорость Плюс 10% Это Приятно И бонусы На атаку Тоже Конечно же Приятно Невероятно Вот как я Говорил Как же Нас Реки Уничтожают Это просто Жесть Ну Благо Авиация Помогает Ну и С востока Здесь рек Нету Поэтому Мы спокойно Можем Заходить Французские Как обычно Не прикрыты Фланги Так что Мы спокойно Походим Дальше Вот сюда Нам пожалуйста Не надо Атаковать Танки Надо вам Поправить Ваш приказ Ну и Очевидно Без проблем Мы сейчас Заходим Во Францию Купщик проблем Появляются На моментах Рек А на реках Конечно Дикие проблемы Как я и предсказывал Так Фулглеп Успех Отлично Ну С Перевосходством Воздухе Конечно Происходят Всегда чудеса Авиацию Переназначаем И Продолжаем Активненько Красить Францию В скобочках Скорее всего Да Она уже Скоро Капитулирует Танки У нас здесь Давайте В Бордо В Нантес Брест Мы сейчас Пойдем По Точкам Как же они Летят Просто Просто Летят И там мы еще Фулрот не нажали А можно было нажать Просто ну Они не успевают Заметить И триумфа Франции Конечно же мы делаем Виши Мирная конференция И Франция Франция Наша Можно только Подбивать Родки И второе Комбинское Перемирие Я так полагаю Италия Сделала там Фракцию В одиночку А Это Италия Италия Как обычно Короче Как и в истории Видимо Объявила войну Самостоятельно И поехала Воевать Ну Удачи им Как бы То как у нас Я думаю Все понятно Мы Совыцательно Со всем справимся Кстати А мы можем Завратить С острова Да Так и сделаем Теперь мы можем Без проблем Покупать в Португалии Ресурсы С резиной У нас Тоже все стало хорошо Я так полагаю По исследованиям Уже Нужно Занимать здесь Карнизоны И заниматься Сейчас Я так полагаю Балканами Ну и конечно же Севером Ага Так Давайте-ка Танки наши Переходят в Данию И надо делать выступу Уже в Норвегу Готовить Кстати Важный факт Мы все это сделали Без доктрины Потому что я так и не решался Какую доктрину взять Ну давайте возьмем Так сказать Исторический Путь В Первую доктрину Здесь Ну только здесь Я все-таки возьму третью Потому что вторая Мне не так нравится Третья все-таки Именно За присутствие в море Присутствие в воздухе Здесь можно взять Все так же На самом деле Вторую Потому что здесь Есть минус видимость Которая по-моему Ванили понерфлена Ванили Вот эти все штуки Убраны А здесь Мясы Нашим кораблем Остаются Так что Почему бы их Не оставить Скоро Очень скоро Мы достроим наш флот Кстати Четыре авианосца Нам еще нужны Ну и параллельно Стоит не забывать У нас еще снизу Там готовится Куча линкоров И Еще у нас сколько Два Линейных рейсера Они тоже В наш флот Вступят С ними Ну Я думаю Германия защищена На море Навсегда Когда мы Закончим Берлине Париж Будет всего лишь Тенью Не очень Поним Про что Это А имеется Видо Про Постройки Про культуру Я так Полагаю Выбиваем Здесь Господи Как же Здесь Минус 91% Это Ну Это Ненормально Я конечно Понимаю Что реки действительно Было сложно Преодолевать Но это Реально Ненормально И это Мне Вбивает на то Чтобы убрать ПВО из своих дивизий Крайне мере Танковых Ну Без Антиэйра Видимо Надо Делать себе Антиэйр Из танков Флагпанзеры 2 Жить и нет Вот эти штуки Делать Против Антиэйр 36 Ну да Типа Ладно На самом деле Может Может вообще Убрать Потому что У нас Преимущество В воздухе Ну Подумаем Сейчас еще Посмотрим Сделаем Тем временем Планную экономику И Можно пограбить Захваченной территории Не уверен Что нам Это даст Но давайте Все-таки Сделаем Пакт Советским Союзом Просто Чтобы Отдать им Территории Потому что Ну Я забыл Попакт На латорию Метропа Но я считаю Что честным Яишки Все-таки Эти территории Отдать Кстати говоря Баланс Почти в ноль Шел ТНП Поднялись Как раз таки Этим я доволен И уже Господи Представляете Я Которые Всегда Обожают ТНП Самый ноль Выводить Разными Честными Нечестными Способами И в модах Всегда Почти выбирают ТНП Потому что Ну Круто Строить Всеми Фабриками Здесь Радуюсь ТНП Потому что Это деньги Господи Ну да Так может здесь Радар улучшить А здесь Вот кстати говоря Нам радар Теперь уж Такой особо Не нужен Здесь еще И у французов Радар видимо был А нам Радар вот здесь Кстати И да Мы это Сможем Занять И Нам это Очень пригодится Все говоря Вот так вот С оккупациями Везде Без секундки Почему-то Нет Пропала С Польши Все-таки Да Все-таки Калаба Была Отлично Это Меня радует Здесь же Некоторые Проблемы Но Секретная Полиция Потихоньку Подавятся И так Даня Мы Занимаем Поехали Попытка Убийства Гитлера Ужас Интересно Это Не уверен Это исторически Или нет Ну То что Потом На Гитлера Пытались Покуситься Это факт Но В это время Не уверен Что там были Какие-то Серьезные Покушения Но Вообще Не должны В теории Мы Очень У нас Очень Все Хорошо И мы Вообще Кстати Говоря В плюсе По балансу Скоро Будем Чем Уже Но Пока Еще У нас Запасов Нету Денег Мы Здесь Готовим Потихоньку Выстку 14 дней И 56 Дней Давайте Немножко Разобьем Вот эту Выстку На Выстке Поменьше И Таким Вот Образом Сэкономим Время Говорят Здесь События Окупации Точнее Окупации Германии Дании Я так Полагаю Ага Нет Я думал Мы Там Сделаем Рейхском Сред Но Нет А И Можно Было Здесь Тоже Кнопки Эти Понажимать Немножко Разобраться Чтобы Здесь Эта Кнопка Показывала Полезное Только Решение Допустим Нам Все Это Не Нужно Так Так Вот Кнопка Нам Нужно Будет Последний Здесь Нам Все Не Нужно Что Нам Осталось Нам Осталось О А Великий Готов чтобы ему дали территории ну да так все таки чуть более исторично будет а мы давайте займемся этим фокусом и как нашу как наша высказать будет готова она в принципе уже готова будем высаживаться наш прекрасный флот давайте-ка делаем присутствует море нужно сюда хорошего адмирала хороший вопрос кто у нас хороший честно говоря здесь выбор между двумя вот этим и вот этим потому что у обоих есть позиционирование 25 процентов но правда в том что у них обоих есть заметность минус 20 и соответственно вопрос кто нам будет по нужнее у этого намного больше второстепенных вот этих вот скиллпоинтов но в целом вот эти тоже полезные скиллпоинты давайте вот это возьмем здесь у него синикальный баф на 5 арги вот этого на место 5 урона больше опыта получает он не желая была ма ночью качнется давайте вот так делаем здесь мы уже включали теперь хорошо все пускать делать рассудство она появилась выстка готова выдавая у нас на позициях давайте подготовим выставку вдв так все готово только зато парень почему-то приказ не получил так ему тоже сюда куда-нибудь вот так вам все все на позициях на форме точнее аргу 1 2 готовы здесь хорошо стартуем а кстати про фабрики днп вот он наш источник плюс стабильность получим но и здесь под фармин денег отлично разом и вот это решение активировали когда напали поехали норвегия присоединил союзникам да это мы все знаем почти на месте давайте попробуем бдв да все отлично нас есть присутствие воздухе с куча туда назначена бомбардировщиков различных истребители же у нас все таки вот здесь находится борется за воздух против союзников союзники бомбят причем бомбят не наши территории а в основном территории наши захваченные то есть победа не бельгию как бы это не было это все еще нам мешает потому что ну это все еще в нашем производском списке это все еще не приятно так здесь достаточно успешно все у нас проходит наши дивизии нормально занимают места все говорят британский флот встретили бельтанцы решили встреча была неудачной отступили а на самом деле нам тоже надо бы это за чилице починиться давайте вот так получить понесли потому что неплохой урон и опять же очень много у нас инвестиций сейчас на половину готовую все вот эти корабли тяжелые и плюс вот эти кроме того у нас здесь не хватает прикрытия давайте мы сделаем как почему я вот эти корабли отдел потому что они медленны но но в целом в целом вот эти два корабля очень медленно и честно говоря прикрытия все остальное вроде должно быть все еще нормально сколько здесь скорости 34 34 нормально и легких крейсеры ну-ка вот они прекрасные 2928 это все еще подходящая скорость для наших линкоров нашли корами 28 перед газ скоростью 20 вот таки слишком плохо то эти два линкора не знаю я буду их флот закидывать только в самой самой крайней ситуации пожалуй кроме того надо еще нам сделать вот так вот обязательно все теперь наш флот готов принципе 1 битва была неплохой мы получили опыт это очень важно и мы некоторыми сли урон британии теперь следующая битва я думаю уже нас будет только с авианосцами не очень нужны здесь мы все заняли успешно можно двигаться дальше на регию но здесь быстренько закрашиваем пока сюда не прибыли силы союзников и смотрите по нас есть вот этот гарнизон есть вот этот гарнизон это пожалуй мы отправим сюда не у нас будут гарнизонить как раз таки норвегию отдельно поехали и нам бы что спа флота но так вот мы будем снабжаться нам бы сюда запретить но ну да давайте сделаем так на всякий случай сказать снабжается вот здесь вот основном а еще немножко поможем прогрессу использовав опять-таки нашего вдв куда-нибудь вот сюда его закинув во первых мы обрежем пути снабжения противника а во вторых мы побыстрее захватим сами какие-то территории так что давайте-ка вот так вот сделаем и все проходит успешно и быстрее в норвик хватит такой вот так жалый удар вик вы просто в норвик да они сейчас без снабжения но это время на плюс мы можем делать вот так вот норвегия уже очень близко капитуляции я думаю заберем здесь чуть-чуть городов и будет все готово на те время советский союз финляндии воюет и не сильно он продвигается с это неплохо в целом вопрос еще что там по пакту а все отлично пакт пакт выполнился советский успех получил свои территории хорошо и так достаточно успешно в египте по ощущениям она высадилась здесь я не уверен как еще они могли здесь оказаться там есть порты ну слушайте неплохо я думаю что закончу норвегия нужно будет им помогать на видео на последних пропалях держится просто вот но на последних но сейчас уже пора сдаваться и здесь мы все оккупировали только здесь микро территории держит их от полной капитуляции вот мы взяли и на регион наконец-таки и я бы сказал все наши планы на данный момент выполнены по по крайней мере западной европе скоро уже апрель достроиться наши авианосцы и мы начнем прямую конфронтацию с британией на море а что мы только в воздухе вот здесь вот обмениваемся шутками уж очень меня бесит такая война потому что но наследить постоянно что и шка туда-сюда перекидывает эти страты но тем не менее вроде более-менее у нас получается да конечно что-то поломано но промышленность но буквально в минимальных размерах сломанность основной инфраструктуры всякая чушь типа фартов там железный дорог нас на войск немного так что вот все что они поломали за вот все это время войны то видите она уже почти доремонтирована сейчас мы в следующей среду мы займемся балканами пока что да потом высадимся в британию нам поможет в этом и наша авиация с вдв и я думаю морские войске также будем дополнительно делать посмотрим и уже после этого нам останется лишь последний колосс советский союз не на счет америки подумаем господи вот это вот такое в столице до лица какие-то приколы с графикой вот а ребят с вами глупкой подписывайтесь на канал если вдруг не подписаны лайк и комментарий все как обычно и до скорых встреч пока